Англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы. С вами профессор Гуглов и мы начинаем. Поехали! А в прошлом видео самым внимательным был вот этот подписчик. Именно он самым первым нашел три лампочки в прошлом видео. Поздравляю тебя! От причудливых способов очистки ран до вечеринок на кладбище. Вот 10 самых безумных вещей, которые были распространены в средневековье. В моде была остроконечная обувь. Сегодня, если вы решите надеть обувь с длинным носом, вы будете выглядеть немного эксцентрично, если не сказать больше. Но в средневековые времена такая обувь была на пике популярности. В 14 и 15 столетиях люди, которые хотели выглядеть круто, носили пулены. Эти туфли, хотя и были очень модными, были очень непрактичными. У них был очень длинный острый нос. И когда человек в такой обувь становился близко к кому-нибудь, то ему могли наступить на нос пуленов, или же он мог ткнуть ими кого-нибудь в ногу. В средневековых документах даже имеются рассказы о том, как люди из-за них не могли встать на колени и помолиться. Со временем длина носков пулен стала такой невероятно большой, что в 1368 году король Франции Карл V запретил их в Париже. Интересный факт. Эти туфли были очень дорогими, ведь в их изготовлении использовались материалы только самого высокого качества. Такая обувь была по карману только знати. Чтобы носки пулен держали форму, их набивали мхом или вставляли китовый уз. И чем богаче и знатнее был человек, тем длиннее были носы его обуви. Моча в качестве антисептика. Хотя практика использования мочи в качестве антисептика не была постоянной, есть много доказательств того, что она была очень распространена в средние века. Причем не только среди простолюдинов или простых людей, но и в королевских домах. Врачи могли поставить диагноз, чем болеет человек, просто посмотрев на его мочу. Кроме того, существует немало письменных документов, в которых даются рекомендации лечить язвы, укусы и даже бороться с чумой, именно мочой. Томас Викари, хирург короля Генриха VIII, того самого, у которого было шесть жен, однажды посоветовал промывать полученные в сражениях ранения мочой, что должно было очистить их и предотвратить распространение инфекции. В Англии был запрещен футбол. Кто бы мог подумать, что страна, в которой зародился футбол, его же и запретила. Звучит невероятно, но это так. В какой-то период истории играть в футбол в Англии было запрещено. Дело в том, что средневековые нравы очень сильно отличались от норм поведения, принятых сегодня. И это же касается игры в футбол. В те дни футбол играли везде, без соблюдения каких-либо строгих правил. И это был очень жестокий вид спорта. Его часто называли футбол толпы, поскольку в нем буквально участвовали толпы людей. Обычно в футбол играли жители соседних городов и деревень. Количество игроков не было строго ограничено. И было только одно правило – никаких убийств. Все остальное же было разрешено. В общем, в итоге футбол стал такой буйной игрой, что король Эдуард II запретил футбол в 1314 году. А в последующие столетия было наложено еще более 20 различных запретов на этот вид спорта. Никаких вилок Хотя вилка была изобретена еще в древности, этот столовый прибор в средние века не приобрел широкого использования. Не то, чтобы никто не знал о ней, просто она не была популярной. А вот ложки и ножи любили все. Почему так произошло? Есть несколько теорий на этот счет. Самая распространенная гласит, что по какой-то причине вилка считалась странной и была признаком некультурного человека. Кроме того, жителям средних веков она напоминала вилы дьявола. Можно сказать, что средневековая Европа просто ненавидела саму идею использования вилок во время еды. Так, когда в 11 веке венецианский дворянин женился на византийской принцессе, то во время свадебного праздника принцесса шокировала всех, начав есть еду вилкой. После этого местное духовенство заявило, что Бог уже дал нам наши пальцы, чтобы брать еду, поэтому использование искусственно созданной вилки оскорбляет его. Кладбище были очень оживленными местами. Вряд ли кладбище ассоциируется у вас с развлечениями и играми, но в средневековые времена оно было довольно оживленным местом. Это был не просто участок земли, где хоронили людей, это был центр социальной активности. Многие важные городские и деревенские события проходили именно на кладбищах. Например, выборы, проповеди, публичные дебаты, судебные процессы и даже пьесы. Все они проводились на кладбищах или рядом с ним. А по ночам они становились местом активности ночных бабочек. Французский историк Филипп Арьес утверждает, что средневековые кладбища играли роль торговых центров, потому что они принадлежали церкви и, таким образом, были освобождены от налогообложения. Именно поэтому многие владельцы малого бизнеса вели свою деятельность именно здесь. Иус Круэнтатионис Иус Круэнтатионис представлял собой метод доказательства, что подозреваемый убийца действительно был виновен. Суть его заключалась в следующем. Если положить тело убитого человека перед его предполагаемым убийцей, то из тела пойдет кровь. Да, вот так просто. Если же было сложно доказать, что человек был виновен в убийстве, то к нему доставлялся труп жертвы и предполагаемый преступник должен был положить на него свою руку. Если труп начинал кровоточить или менял свой внешний вид, это означало, что обвиняемый был виноват. Иус Круэнтатионис был частью кодекса законов, называемых германскими, которые использовали в средние века в таких странах, как Германия, Польша и Чехия. В Германии он использовался в качестве признанного законом юридического метода доказательства вины человека до середины 18 века. А король Джеймс Англии разрешил использовать его в качестве законного способа признания убийцы виновным. Но после реформации это положение дел начало медленно меняться. И, например, в Дании и Норвегии Иус Круэнтатионис был признан необоснованным с юридической точки зрения способом доказательства вины. Никаких крестьян При слове «крестьянин» перед нами встает образ человека, живущего за пределами города в крошечном домике с большой семьей и кучей домашних животных. Но, вопреки распространенному мнению, в средневековые времена крестьяне, как таковые, фактически не существовали. В средние века социальные классы были совершенно иными и в них отсутствовало понятие «крестьянин». Фактически, этот термин стали использовать в Европе только в 15 веке. До этого времени люди, работающие на земле, следуя строгой иерархии, были разделены на несколько отдельных категорий. Если мы возьмем знаменитый английский свод по земельной переписи 1086 года, книгу Судного дня, то выясним, что жителей страны делили на несколько категорий свободных людей, вилланов и рабов. Как вы видите, крестьян среди них нет. Стать рыцарем было непросто. В возрасте 8 лет богатые семьи отправляли своего наследника в дом какого-нибудь благородного человека. Там он становился пажем, слугой, выполняющий поручения своего благородного господина. Затем, в возрасте 14 лет, паж становился оруженосцем и до 21 года проходил строгую подготовку. И уже затем его посвящали в рыцари. Причем у него должно было иметься достаточно денег, чтобы позволить себе лошадь, доспехи и оружие. Сумма, которая уходила на это все, в современном эквиваленте равнялась сумме, потраченной на покупку Феррари. Кровопускание лечило все. Кровопускание, наряду с гирудотерапией, было обычной лечебной процедурой в те времена. Поскольку кровообращение важно для работы организма человека, средневековые медики полагали, что избавившись от плохой крови, причем буквально, они вылечат пациента и помогут ему снова почувствовать себя здоровыми. Как они узнавали, сколько нужно выпустить крови и почему выходит только плохая кровь, никто не знает. Что, однако, не мешало им регулярно использовать эту процедуру. Позже медики дошли до того, что выдвинули предположение, что кровопускание вообще полезно для тела и что оно может избавить не только от депрессии, кашля и брюшного тифа, но и от чумы. Костницы На средневековых кладбищах часто возникала проблема нехватки мест для захоронений и, чтобы решить ее, кости умерших эксгумировали и помещали в места, называемые оссуариями или косницами. В эти времена церковь играла неотъемлемую роль в обществе и поэтому в обществе постоянно обсуждалась идея загробной жизни. И оссуарии создавались для того, чтобы верующие при взгляде на них думали о своей смертности и приближении смерти. Да, сегодня эта идея звучит довольно странно, но в те времена она была очень распространена. На этом все, друзья. Какой из этих безумных фактов о средневековье поразил вас больше всего? Пишите в комментариях под видео, я все читаю. Просто найдите эти три лампочки и напишите в комментариях под видео, когда они появляются. На этом все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, пишите комментарии. А если кто-то еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Сделайте это очень просто, нажав вот сюда. Также смотрите мои другие видосы на канале. Пока!